так можно закрыть глаза скажи пожалуйста когда ты хочешь подойти какой-нибудь девушке познакомиться где тебе возникает неприятное чувство дискомфортно сразу скажи пожалуйста что могло произойти или случиться чтобы вот это чувство в груди и в плечах усилилась ну что-то другое может быть что там женщина может сказать может посмотреть фосса сказать нет отвали отойди там я замуж у меня есть парень то есть любая негативная реакция на попытку контакта скажем так то есть сказать нет то есть отказ в любой форме отказать в любой форме скажи когда ты получаешь отказ в любой форме каким-то себя чувствуешь этот момент каким ты себя чувствуешь либо тебя отказ отказывают наверное ущербным я начинаю думать что не так что с тобой не тогда хорошо скажи пожалуйста что бы могло произойти или случиться чтобы вот это состояние ущербности собственной усилилась может быть что-то смоделировать можешь или что-то может быть было у тебя когда это ярко появилось что должно произойти или что может случиться что очень сильно увеличить вот это вот состояние ущербности собственно с тобой что-то не так но это наверно как это может быть на это опять же если смоделировать какой-то ответ резкий в резкой форме что-то вроде не знаю там ты себя терпали видел вообще ну именно может быть не девушка какой-нибудь значимый человек в твоей жизни чтобы мог он тебе сказать кто-то из того окружения прошлого и настоящего чтобы чувство ущербности твоей усилилась очень сильно может смоделировать что тебе могут сказать человек что ты почувствуешь очень сильно вот это состояние ну там ответ что-нибудь типа ты ужасно выглядишь ты уродлив там что-то такого а кто самое значительное не самый важный человек в твоей жизни могу это сказать ты урод как не парадоксально любимая женщина любимая женщина когда ты чувствуешь что какую-то ущербность что тебе говорят от их урод чтобы что-то не так ты неважно будешь где под теле возникает в животе животе а где в животе именно верхняя часть на живу так глаза посмотри на руку сделаю приятный глубокий и на выдохе за твои глаза расслабься еще больше хорошо весна и проверять расслабься еще раз примести внимание совет на на макушку головы перенеси сюда все расслабление а где внимание там расслабление где расслабление самок 1 2 4 наполняется тяжесть так 1 2 3 ты там помещение на улице помещение ну что там происходит ты дома переписываюсь переписываешься в интернете да что там происходит что вызывает у тебя это чувство легчемность я отправил свое фото и общение прекратилось ты отправил девушке фотографии и вообще она перестала тебе отвечать где в теле у тебя возникло неприятное дискомфортное чувство после этого в животе скажи пожалуйста какой она форма и цвета это чувство в животе напиши переписка прекратилась контакта больше делать для себя выводы что с тобой что-то не так темно-серая воронка темно-серая воронка она животе да это воронка означает ущербность связано с этим ощущением ущербности ничемности своей да она всасывает все всасывает хорошо тело 1 2 3 ты там внутри или снаружи внутри что происходит больница больница какой возраст по ощущениям 14 что нам происходит после операции на глаз больница 14 снимаю повязку перед зеркалом угу 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 Ты там же, в больнице? Да. Скажи, там это ощущение, оно ощущается как первый раз или же как уже знакомое? Первый. Первый раз. Тебе 14 лет, да? Да. Скажи, какой ты вывод сделал о себе в этот момент? Что я на всю жизнь останусь изуродованным. Угу. Что ты на всю жизнь останешься изуродованным? И что для тебя это будет значить? Если ты будешь изуродован на всю жизнь, что для тебя это будет значить? Мне будет страшно это показывать. Угу. Мне придется это прятать. Угу. А чего ты боишься, что может произойти, если ты это покажешь? Если ты покажешь свой глаз после операции ко мне. Если ты покажешь его какой-нибудь красивой девушке, которая тебе очень нравится. Я не буду нравиться людям. Угу. Ты не будешь нравиться людям? Да. Угу. А чего ты это взял? Потому что это выглядит некрасиво. Угу. Где в тебе сейчас чувство тебя? Верху живота. Верху живота. Это та же серая воронка или другое что-то? Ты не будешь нравиться людям? Это воронка. Угу. Она начала раскручиваться. Начала раскручиваться? Да. Угу. Это как волна по всему телу прокатилась. Такое ощущение, что на меня бедро кипятка с головы выглядели. Угу. В животе начало щемить. Угу. Крутить, заворачивать, выворачивать. Угу. Хорошо. А ты один там находишься или с кем-то? Один. Угу. Страх, как жить дальше? Что у меня не будет девушки. Угу. А до этого момента у тебя были такие когда-то ощущения, что с тобой что-то не так, что у тебя не будет девушек? До этого у тебя было все хорошо, да? Абсолютно. Угу. После этого момента в больнице, после операции ты начал испытывать вот это вот внутреннее ощущение. Учебности, родства. Да. Угу. Хорошо. Что, сконструируй сейчас на этом чувстве в животе, на этой воронке. Принимай вибрации этого чувства и начинай выражать. Выражать все, что просится у вас события. Всю вот эту воронку серую, все начинаешь, принимая все через тело, через, можешь дать этот голос, придать этому чувству. Начинай выражать все, что просится. Через ноги получишь. Угу. 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 Учебай, как эта вибрация, эта мощная энергия высвобождается. Угу. Угу. Кидает противоросу. Польше нет нуждей в нем. Хорошо. Хорошо. Выпускаю все, что там держало, все сидело, все, что хотел бы выбраться, это не давал. Все даже душа. Продолжение следует... 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 Ты чувствуешь себя там уродом каким-то, или ущербным? Немного особенным. Особенным. Вопрос, как ты реагируешь на себя, на эту особенность, и как ты ощущаешь себя с этой особенностью? И ты можешь принять решение ощущать себя каким-то уродом, а можешь ощущать себя каким-то особенным. Может быть это какая-то фишка даже. Скажи, какое новое решение ты можешь принять для себя, чтобы спокойно подходить, знакомиться с девушками, общаться смело, без всяких внутренних дискомфортных ощущений, чтобы что-то не так или еще что-то. Какое новое решение ты можешь принять эффективно, а выгодно для себя, чтобы повысить свою эффективность в жизни, в общении, со знакомствами с людьми? Быть естественным. Быть естественным. Самим собой, а не темким. Мне хотелось бы, чтобы люди видели меня. Когда ты, например, видишь девушку, которая тебе очень нравится. Представь себе эту ситуацию, когда ты стоишь на улице или где-то в помещении, и видишь красивую девушку, одинокую, без кольца, которая тебе очень нравится. Посмотри, подходи, начинай подходить с ней. И веди себя уже полностью с новым решением, с новым выводом, с новыми ощущениями. Получается? Да. Ну, подходить легко? Да. Угу. А говорить с ними? Да. Хорошо. Сейчас, с настоящего момента обращаешься внутрь себя. Если что-то, спроси, если что-то, что будет мешать тебе реагировать по-новому, спокойно, мощно, смело, уверенно. Ситуация, когда ты испытывал раньше чувство ущербности, страха, знакомства. Если есть, то пусть отзовется в теле. Если есть, то будет мешать, реагировать по-новому. Ага, хорошо. Есть? Нет? Уголовный кодекс. Уголовный кодекс. Хорошо. Из настоящего момента начинаешь медленно расти на год вперед, позволяя себе реагировать по-новому. Спокойно, комфортно, уверенно, смело, мощно, ощущая устояние мощи. В ситуациях, где раньше был страх, какое-то чувство никчемности, замечая, как позитивно меняется твоя жизнь, замечая, чего можно теперь достичь. Когда ты реагируешь по-новому, спокойно, уверенно, смело. В ситуациях, где красивые девушки какие-то, которые тебе нравятся, любые вообще люди. Где тебе сдерживал страх, что тебе скажут, что ты урод, что с тобой что-то не так, получишь отказ. Разве ты чувствовал, что с тобой что-то не так, чувствовал себя никчемным, ущербным, каким-то уродимым. Сейчас ощущаю, что с тобой все в порядке. Ты просто особенный. Реагируешь по-новому. Смело, спокойно, уверенно. Вообще, все окупатели окажутся в ситуации, когда ты перепишешься по интернету с девушкой какой-то, отправляешь ей фотографию и прекращается общение с ее стороны. Ты там, посмотри, когда это происходит, как ты на это реагируешь, что ты испытываешь, какие ощущения? Когда понимаешь, что девушка тебе отказала из-за того, что может тебе что-то не понравилось в твоей внешности, да? Безразличие. Ага. Спокойно, да? Ровно. Повторяешь за мной. И я признаю разницу между мной до этого сеанса и мной сейчас. Я признаю разницу между мной до этого сеанса и мной сейчас. И я признаю все произошедшие со мной изменения. Я признаю все произошедшие со мной изменения. И я признаю, что переношу все произошедшие со мной изменения из внутреннего мира во внешний мир. И я признаю, что могу воспользоваться результатом всех изменений прямо сейчас. Я признаю, что могу воспользоваться результатом всех изменений прямо сейчас. Ты лучше разглушившись каждым вдохом, чувствуешь себя отдохнувшим, восстановленным, полным сил, уверенности в себе. Раз, девять, десять. Постепенно возвращаешься снова к ощущениям, отдохнувшим. Угу. Ну как ты? Хорошо. У тебя до 14 лет, как по воспоминаниям в школе, ты смело знакомился? Да. То есть все было хорошо? Конечно. Но я был очень контактный, да. А в 14 лет после операции ты замкнул? Замкнул тебя. Ну оно вот реально. Я почувствовал, как будто кипятком окатили с ног до головы ведро кипятка. Когда скрестна повязка? Да. То есть это был и испуг, и страх, и какое-то удивление. То есть я, видимо, тогда ожидал увидеть что-то другое, а увидел там гораздо хуже. Это какой-то шок был, да, для тебя? Да. То есть это был шок, да. Правильно слово. Это реакция шоковая. Вот. И такое впечатление, что вот как закрутили колесо, шарманку вот эту вот как завели, и она вот стала раскручиваться, раскручиваться, раскручиваться. То есть такое впечатление, что завели какой-то двигатель, вот, с которой работал вот очень долгое время. Вот. В какие-то периоды там утихал, да, когда там появлялись какие-то там люди в моей жизни, да, то есть когда все стабильно. То есть что-то происходило там, то есть какая-то стрессовая ситуация, там попытка знакомства или что-то еще. И этот, опять, он заводился. Угу. Вот. Но как будто он постоянно присутствовал. То есть, ну вот, воронка именно такая, да. Воронка означало что для тебя это? Ну вот внутри для тебя. Посмотри внутри себя. Что означало воронка для тебя это? Она вот… С каким убеждением она тебя связывала? Такое впечатление, что вот, знаешь, я объяснял, пытался сказать, что она как будто вот втягивает меня туда. То есть вот кожу как будто втягивает. Я понимаю, что она, наверное, всасывала в себя некую уверенность, которая во мне природно присутствовала. Да, да, да. Вот. Но она ее поглощала. Угу. То есть силы какие-то, уверенность там… Ну силы и уверенность, да. То есть она вот всасывала в себя. И блокировала тебя, да, тем самым полностью. Ну то есть она как обессиливала. Да. И сил на какие-то действия просто не было. То есть здесь было у тебя подавление чувства… У тебя возникала вероятность того, что ты почувствуешь себя опять… Уродливостью, чтобы что-то не так. Да. Как в 14 лет, да? Шок этот. Да. И бессознательно… Твое бессознательно принимало решение защищать твое как бы тело… Отгораживаться. Отгораживаться. Отгораживаться от потенциальных ситуаций, которые могут спровоцировать вот это… Все верно. Отгораживаться, но страхом. Абсолютно верно. Вот. Хорошо. Спасибо. Спасибо.